Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про проект Чили. Есть как положительные, так и не очень новости. Я хотел бы с вами ими поделиться, расскажу, что мне не хватает в приложении, что будет в последующем, в будущем. Поэтому досмотри это видео до конца и обязательно поставь ему лайк. Погнали! Друзья, ну и займу у вас 10 секунд времени. Огромное спасибо всем, кто поддерживает мою работу, подписывается. Нас уже 3800. Давайте добьем до 4000. Это несложно. Подписаться, поставить лайк. Ну и также у нас есть телеграм-канал. Там очень много различных розыгрышей, интересной информации. Если интересно, подключайся к нашему комьюнити. Последние три видео у меня было о плюсах. Сегодня я хотел бы поговорить о том, чего мне не хватает. Еще раз повторюсь. И давайте все-таки пройдемся по новостям, которые были после моего последнего видео. Это Marketplace. Совсем скоро он появится. Будет выглядеть примерно вот таким вот образом. Вот здесь мы можем настроить фильтр. Можем также гемы выбрать, очки. То есть на выборах можно все это приобрести. Также из хороших новостей. Чили начали партнериться с децентрализованной площадкой OneInch. Это очень хорошая новость. И некоторые ребята, авторы у меня спрашивали, можно ли на этом заработать в этой программе, создавая контент. Действительно можно заработать. Вот такая новость выходила. Но, как я понимаю, тут админы делают заработок на определенной категории. То есть, грубо говоря, они делают какое-то мероприятие. Сегодня там снимаем в течение 10 дней про природу. У кого больше всех просмотров, лайков, тот получает награду. То есть, если вы снимаете какой-то узконаправленный контент, ну, к примеру, как я только по криптовалюте, то вряд ли вы попадете в эти рубрики. Хотя все может быть. Друзья, ну еще одна приятная новость, прежде чем перейдем к приложению, то, что токен в течение 30 дней понемногу красиво растет, без всяких импульсов, в принципе, здоровый рынок. 126% и видим, что уже 8 долларов 17 центов. Это действительно круто. Те ребята, которые прислушались и покупали в самом начале, когда я говорил, могли бы уже сделать X2. Но, опять же, могли бы, это такое себе слово. Итак, что я хотел сказать. Я, наверное, сегодня буду делать обзор с точки зрения креатора, то есть автора, как я это вижу. И что нужно добавить сюда. Первым наперво, что я хотел сказать. Давайте посмотрим личный кабинет. Это именно по профилю рассматриваем. 123 тысячи лайков, всего 1000 подписчиков и так далее. Если смотреть на ролики, видим, что вот вчера ролик я выкладывал 35 тысяч просмотров, где-то 83 и максимально 210 тысяч просмотров. Вот предпоследний ролик. Что я заметил? Самое первое, что я заметил, что любой ролик, если мы начнем ленту листать, не набирает свыше 230 тысяч просмотров. Максимум я видел 220 там с копейками. С чем это связано, не знаю. Вряд ли это связано с тем, что всего 210 тысяч человек сидит на платформе. Повторю, что создатели приложения Natsan просто интегрировали блокчейн-систему в это приложение и сделали такую некую оболочку под названием Чили. Пока я это вижу так. И они добавили просто NFT очки, чтобы на этом зарабатывать. Теперь по поводу NFT очков. Если мы нажимаем NFT, как только мы зарегистрировались, об этом я уже говорил, получаем вот такие бесплатные очки. И сразу скажу, что я ленту смотрел часто поначалу, сейчас уже не смотрю. И за все время мне выпал всего один раз бокс. И то я не успел его нажать там в течение 50 секунд. Нужно нажать открыть. И там падает там 001 Ли. Кстати, будет в будущем листиться также токен Ли. Это мы с вами будем ожидать. Здесь можем почитать, как это все работает, если вам интересно. Но сегодня не об этом. Об этом я уже рассказывал. По подсказке можете посмотреть видео. Грубо говоря, что лично мне не нравится. К примеру, мы нажмем на какой-то контент. Будем его смотреть. Первое, что бросается в глаза, это комментарии, лайки. Здесь в принципе все нормально. Как только мы нажимаем комментарий. К примеру, человек мне что-то написал. Я не могу ему ответить. То есть, если я нажимаю зажать, тут кнопочка пожаловаться сразу. Это просто лайк. То есть, ответить ему я не знаю как. Может кто подскажет мне. В принципе, я не нашел кнопки ответить. Далее, огромная проблема с тегами, с хештегами. Они просто не кликабельные. То есть, их нельзя нажать. К примеру, у меня теги криптовалюта, криптобиткоин. На любое, если я нажимаю, он не кликабельный. То есть, я так понимаю, поисковая система никак не работает. Эти теги бесполезны. Дальше, помимо этого, никаких алгоритмов я здесь не заметил. Как они работают, мне непонятно. Если кто-то может подтвердить, что здесь есть какие-то алгоритмы, дайте мне знать. Вот, к примеру, видео. Внизу мы видим 217,2 тысячи просмотров. То есть, выше 217, вот 217,8. То есть, как это раб 218 тысячи просмотров. Выше 230 я не находил. Честно вам скажу. Ну, 215. То есть, что я хочу этим сказать. То, что если ребята будут акцентировать внимание только на NFT очках, не на контенте, не на платформе своей, чтобы ее улучшать, то это приложение долго не продержится. Это факт. Это нужно понимать. Потому что, если тут нет каких-то определенных мелочей, вот таких, которые нужно доделать на всех, в принципе, уважающихся платформах, коротких видео, это все есть. Это как бы мелочи. Я думаю, это несложно все сделать. Но их почему-то нет. NFT, как я понимаю, сейчас некоторые ребята еще не могут занести в кошелек. Так как у кого-то транзакция зависла. Кто-то просто боится сейчас переносить. Мне лично писали, что каждый писал в Discord. Потому что мне ребята спрашивают, спрашивайте в Discord, можно ли сейчас по внешнему кошельку перенести свои NFT, которые покупали на пресейле. И самое главное, что нет для авторов контента. Это абсолютно никакой аналитики. Просто не могу подсмотреть аналитику моего видео, как оно набирало, сколько активных пользователей, постоянных, новых. То есть, абсолютно никакой политики, аналитики, если можно так сказать. И вот эти моменты, конечно же, хотелось бы увидеть в следующих обновлениях. Я не знаю, услышат меня админы или нет. Но из русскоязычного комьюнити, я, наверное, больше всех уделяю времени вообще на это чили. Хотя никто мне не платит за это, говоря, фиксированную какую-то ставку. Но опять же, я верю в потенциал приложения. И если доведут до ума это приложение, то оно будет пользоваться спросом. А если все останется на этом уровне, то до уровня TikTok, как писали на сайте, очень-очень далеко. Внешняя политика проекта, конечно же, это хорошо. То есть, партнерство с другими инфлюенсерами, коллабами, биржами и так далее. Но внутренне, то есть, само приложение, это важная составляющая. Чтобы человек, перейдя там с YouTube, с TikTok и увидел интерфейс, действительно круто. А если еще какие-то новые фибы будут, которых нет на других, то цены не будет. И я думаю, 8 долларов это не конечная цена этого токена, если опять же сделают все, как я предполагаю. Потому что пока что рост держится исключительно, мне кажется, на маркетинге, на каких-то мероприятиях, на шиллинге, грубо говоря. Но если сделать приложение качественное, то это уже будет какая-то действительно важная идея. Прорыв в новое что-то, веб 3.0, TikTok на блокчейне. И помимо этого, мне кажется, что модераторам нужно сделать опор на инфлюенсеров, которые рассказывают про приложение не с точки зрения сайта. С визуалом у них действительно все круто. А с точки зрения приложения, когда внутри зашел и вот здесь показывает. Так людям более доступно, так людям более понятно. Что хотел сказать, если сделать вывод. В принципе, внутри приложения нужно очень много всего доработать. Внешняя политика у них настроена круто. Это инфлюенсеры, это различный маркетинговый план, родмэп и так далее. Но опять же, если у вас есть какое-то мнение интересное, конструктивное по поводу того, что нужно добавить сюда, напишите в комментариях. Это очень полезно. Вот такие дела, ребят. Что вы думаете, еще раз напишите в комментариях. С вами был Боярто. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok